Еще в 1991 году, будучи головой, кстати, мне стыдно немножко за вас. Ваши люди тогда в 1991 году подняли инициативу в образовании Верхнодекловского района центром в городе Счастье. Дэльиш Владимир Иванович, Леонид Николай Иванович, Горшковский, я помню хорошо эти совещания. Ну, тоже так же тогда обсудили. Все покойники мы будем. Ну ладно, но дело в том, что, понимаете, мне непонятна ваша позиция, вы приехали к нам в образование громады, значит, давайте объединяться. Мы никак не против. Ну, вы вам еще втоди сказали, что это неспроможна громада. Ну, неспроможна. Мы обсчитали. Да, Игорь Алексеевич, мы обсчитывали. И сейчас Оля Алексеевна, главная была, обсчитывает, очень обсчитывала. Она и Черневку обсчитала. И сказала вам, что, ну, не получится ничего. Ну, вот давайте. Значит, ну, так пошло, но наш народ действительно. Значит, мы сделали два опроса. Черневке или К счастью. Потом делали еще опроса. К счастью. Надо, сделаем этот опрос. Теплая, если надо будет. Теплая, назначь. А чем ты говоришь? Теплые вообще люди кричат. Что вы, что это придумали? Нам нужен аппендицин. Я помогаю. Значит, следующее, следующее. Уже, знаете, те там, что, ну, так пришлось. Ну, в 15-м году это было мое последнее, так сказать. Потом мобилизация, потом то. Оля Михайловна была, она, ее избрали главой. Она мне даже туда звонила. Так и так. Как все это, вот у нас опять возвращается. Как вы, ваше мнение, там, мне не отходите. Ну, как, ну, как люди? Это был 15-го сентября месяца. Вы мне в телефонном разговоре. Говорит, мы проводим сейчас сессии, проводим там то-другое. И мы решаем вопрос о том, что вы к счастью. Нас всех убедили, нас всем, да, мне, мне лично тоже давали ответ. Я делал уже в 16-м году, вернувшись, я не ушел от этой жизни, потому что я начинал, я должен людям дать ответ. Так, значит, нам постоянно давали ответы. Не переживайте, не переживайте. Вы в плане, в плане, в плане. Теперь, об экономическом обосновании я вам рассказываю. Значит, 14-й, 12-й год. Реконструкция строительства дороги за счет местного 156 тысяч. 14-й год, полмиллиона пятьсот тысяч. Реконструкция и автономное отопление детского садика на 93 места в Красном Октябре за счет своего бюджета полмиллиона. При этом заработная плата, премии, все как положено получать. Это премия. Теперь, 20-й, вот, 150 тысяч на ремонт клуба. 19-й, 150 тысяч на ремонт клуба, 240 тысяч на школу, 400 тысяч, я, ну, я просто, немножко это. Дальше, полмиллиона на установку уличного освещения, которые мы заканчиваем. Миллион, миллион, миллион уже готовили. В этом году уже до миллиона добавили. Какое вам еще камешное обоснование? Но мы никого к себе не просим, потому что мы реально понимаем, если мы соберем малые все села, мы не выживем даже при этих доходах. Мы будем реально неспроможны. А мы, наоборот, с нашими доходами и с нашими показателями просимся в частницу громадных. Что тут? Непонятно. Люди о школе. Нас сейчас пытаются. Вот школу закроют, школу. Люди готовы к этому. Коллектив готов. Люди все понимают. Школу сразу закроют. Не закроют. Закроют. Что ошибло? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Вера Павловна. Есть закон об образовании, есть там все. Но в ближайшие, в ближайшие 2-3 года, скажем, школу не закроют. Но мы людей подготовили к перспективе, что школы все равно будут закрываться. Люди это все понимают. Да, ну, для того, чтобы это не закрыли, мы должны лучше работать. Рабочие места наводят. Почему-то наши предприятия, сельхозпредприятия, арендуют, платят 8%. Я бы уточнил этот вопрос. А по другим, по другим, сельхозпредприятия, до 5% платят налогу. Вот я однажды руководителю сказал, земляку вашему, Александру Тимофеевичу, не надо мне, будучи головой, не надо мне тут помощь оказывать на садике. Платите вот налоги, не 3%, а 5%. По рукам, по рукам. Все договорились. И мы теперь, и мы когда начали, и в такой же способ, в такой же способ, фермеров мы убедили. У нас по максимально платят налоги. Фермер 10%. Они меня душили. Они что вы делали? Отремонтирован и на балансе... Вы бы не точите, я... Ну, вы же свой старец. Я не буду вам докажать, не могу. И поэтому мы, мы просимся. И тем более, это более народа. Ну, ну так, я не знаю, мы же не просим, давайте нас возьмите, мы там, мы не поедем. Мы будем. Мы просчитали так немножко все это. Нам, нас говорят, что вы будете тормить счастье, там будете трехызбинку, ефку. Ну, будем, значит, будем. Есть такие законы, есть распределение доходов как-то. Кому-то же их кормить надо. Ну, давайте так. По государственному. Поэтому... Трехызбинку, верлик, и что будет? Сначала ПДПО начнет платить. Очень правильно. Он начнет платить, потом мы... Подождите. Он нас пугает и меня. Смейте вы. Он нас пугает. Затрите, вот, все, закрывается. Не, вот, не, вот, не, вот. Тенция кроется, все, конец жизни. Ну, тест не закроется, другого закроется, другого откроется. Инфраструктура, магазины, все. У нас все лет уже было 7 магазинов, но 5 осталось. Так что не было рынка, рынок развивается. Ну, хорошо. Ну, может, мы с вами говорили. Юрий Иванович, я вас полностью поддерживаю. Я вам скажу, что в целом районе резервы по земле в подарках, наверное, процентов до 40. И в вашем селе конкретно, только Михаилом, последний раз я ей вопросы задавал, будут акцентному подарку. Потому что у вас торгуют некоторые магазины без лицей. И акцизм, подождите, Ольга Михайловна признала при налоговой. Это ваше семейное дело, но вы не хотите акцизм получать вот после расщепления. Вот, значит, получат они протокол за это дело. Но торгуют без налоговой, понимаете? Вот. Каждая громадость должна с каждого кузовичной земли получить. Я вас полностью в этом поддерживаю. И резервы огромные. Это правда. Это правда. Просто единственное, что, вот я вам расскажу, что обидело жители Нижнего Теплого, что обидело жители Багдана, и когда первый сход пройдет, когда счастье попросило, значит, давайте сход проведем. В Петровке собрали представителей всех сел, близлежащих. Значит, прилюдно ваш великий борогатый Тюрин сказал, вы все селяне, вы все ищи. Я отвечу. Подожди, куда вы денетесь? Тищенко тогда встал и говорит, да подождите, у нас тысячи гектаров прекраснейшей земли, мы не нищие. Вот когда к людям так отнеслись, они начали создавать эти громады. Да нет, Юрий Алексеевич. Нет, Тюрин лично нас приглашал, когда приезжал в Лиценко Юрий Викторович. И на этом сходе, на этом сходе, люди... Я хотел бы даже не слышать, а как всегда, я хотел сказать, Тюрин по нашим, просто... Я Юрию Алексеевичу два слова, он мне как бы, ну... Я два слова. Я отвечу, ну смотрите. Тюрин никогда не был избранным лицом в городе счастья. Я дважды избирался депутатом. Никогда в жизни не позволял никаких неуважительных отношений и слов к тем, кто к нам присоединяться будет, либо не будет. Это первое. А второе, мы с вами разговаривали, ну, давайте, если какой-то, ну, скажем так, не сдержанно где-то что-то себе барин нам повел, мы-то будем себя вести сдержанно и по государству, маму. Сто процентов, Сереж. Так давайте согрем круглый стол, приглашайте громады, выходите те, кто готов на себя взять ответственность со стороны счастья. Почему? Потому что турнир выдачный на мае. Вот, Петровке тоже проблем хватает. Когда начали предприниматели немножко за на мае, в Солнечной Раде, простых мелких предпринимателей, они предъявили голове Северады, говорят, у тебя сколько-то земли внутри поселка, на которой не заключены договора, а ты хочешь нас повысить, ты поставили его на место. Точно так же по счастью. Приходите, я вам гарантирую, что у нас нормальные люди. Ну, объясните мне... Туда приходите, я не понял. Площадку мы обеспечиваем. А почему мы не обеспечили договору? Тема площадки какая? Мы не предлагаем, ребята. Не так все было. Когда мы... Я сейчас объясню. Мы первыми в области, первыми в области, наш совет начал инициативу по созданию счастьянской громады. И мы самые первые начали эту процедуру. Два раза проходили, первый раз было ошибочно. Мы предложили Петровке, предложили Передельскую. Да. Первый раз было спорушено. Предложили Петровску и Передельскую. Они согласились. Петровка и Передельская. Именно депутаты и били общественные слухания. Я там был и вас помню. Вот. Это первое. Второе. То, что сейчас получилось, ну вот, как мы думали, счастье Петровка и Передельск, ГРС-донор. Мы здесь создали инфраструктуру, кто хочет села, дальше и потом подтягиваться. Такие были мысли 15-16 год. Ну, нам же с выборов не назначили. Нам громаду только после выборов мы можем сделать. И вот мы уже пять лет реально барахтываемся. Это наша боль. У нас сейчас нет реально нормальных представителей избранных, которые бы, счастье, сидели, стратегически думали и занимались так, как вы, лоббированием ваших. Нет, нет. Я не за личную. Я за интересы вашей громады. Вы правильно делаете, что лоббируете. У нас нету избранных... Секунду. А кто банда? Значит, я говорю, Сережа, значит, когда ваши депутаты принимают решение и мелкие предприниматели, по счастью, устанавливают процентную ставку 12%, агрессию, тест, устанавливают максимально... Вы ошибаетесь. И у вас выпук проходит. Какой выпук? Ваш боль совет пинает предпринимателей эти мелкие и говорит... Юрий Алексеевич, у вас неправильная информация. У нас 5 средних для предпринимателей и торговцев в среднем 5%. Процентов было сталка. Ну, давайте так. Сейчас мы уходим. Давайте как-то, наверное, приходить к консенсусу. Микрадзеевич, что вы хотите сказать? Подождите, пожалуйста. Подождите, пожалуйста. Я хочу сказать, что я, я право, реально рады. У меня 10% интересен. У меня даже... Нет, у вас нет, как я тебе говорю. Это же не личная консенсация. Я говорю, я буду поговорить. Ну, да, значит, в 6-й годах, с 15-го года мы начали, лично я подписывал десятки писем, значит, в кабинет Верховной Рады, в Центрегиональную розыску, где просили составить питом. Доставали они писем. Везде мы получали ответ. Ваши заубажники будут врахованы. Ваши заубажники будут врахованы. Доставание это мы все это дело также направляли на места. Как и так, ваши все заубажники будут врахованы. Запроги будут врахованы. За раз никто не дает права, значит, срокин санкций. Вы же знаете, что закон поменялся. Пожалуйста, санкопайте. Делайте перспективный план. И санкопание в области даже. Отправляйте в целый план. И все, да ладно. Будем пянуть. Зачем? Так далеко. Если вот у нас есть область, люди сидят, знают на местах проблемы. Ведь, я же еще раз повторюсь. Мы же тоже не в восторге, что нам прицепили трехизменку и все равно. Вы поняли, да? Мотивация, чтобы они что-то было жить. Вот почему прицепили. Ну, правильно я говорю? Мотивация, чем больше громад, тем больше. Ну, я так, я говорю, так думаю. Слабый к слабому ведутся при заедине. Я не обещаю. Конечно, вот эти слова ваши вот прицепили. Ну, я вас прошу. Ну, оговорился. Присоединили. Вот, пожалуйста. Присоединили. Получается, наши доходы и наши земли. А где люди вас не интересуют? Если я говорю за своим проводом, 4 тысячи населения. А как нас люди не интересуют? Ну, у вас, получается, прицепили трехизменку. А мне вот интересно, а в трехизменке знают, что у вас тут удары? Я сам не знаю, знают ли они. Ну, понимаете, вы вот решали делать, прицепили. Ну, вы к слову придрались. Ну, я не создавала, я не была, я в театре этой громады. У нас тоже люди не знают. Вы придрались к слову еще. Ну, а почему вы не будете подбирать? Почему вы, наверное, подбираете слова? Потому что вы сейчас вот тут между собой разругались, только потому что вот другу мотыкали. Ну, слова. Ну, какие-то, 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 какие-то спорные моменты. Все убрали, включая, там, определились по соцработникам, по всем, всем, всем. Все вопросы сняли. Сегодня в области принимают решение, это не мои полномочия, это полномочия. Да, принимают решение, и все. И у нас в селе тоже, ой, что я теперь буду делать? Значит, стратегию нужно перерабатывать. Всю схему нужно переделывать. И если по-человечески нужно садиться за круглый стол и разбирать. До 28-го. Не, наверное, надо было садиться. До 28-го года. Так кто знал, что у нас приедет к счастью? Мы подвесли. Господи, почему что? План, как мы? Договорились, говорит, слово присоединили. Подождите, пожалуйста. Вот перспективный план. Перспективный план. Какого? Перспективный план. 18-го. 19-го года. Нет. Простите, Владимир Николаевич. Давайте, давайте. Я снимаю чуть-чуть. 18-го года вырисли, и мы на всю эту работу. Давайте, давайте. Я специально сделал паузу, чтобы послушать, какие здесь точки зрения есть. И я попытаюсь снять некоторые вопросы, которые здесь возникли. И вот тут, в частности, тот вопрос, который сегодня здесь прозвучал, о том, что вдруг, внезапно, чуть ли не за сутки, переделали перспективный план. Да, действительно, план был переделан. И переделан по решению рабочей группы, которая на себя взяла, вот вырабатывая эту конфигурацию, на себя взяла, постараться учесть максимально интересы всех громад. Еще раз вернемся к началу разговора. Не получится у нас при вот таком подходе, чтобы абсолютно все были колютны. И, кстати, то, что здесь прозвучало, мы голосовали, там собирали подписи и так далее, под действующему законодательству Украины. Не получится у нас при вот таком подходе, чтобы абсолютно все были колютны. И, кстати, то, что здесь прозвучало, мы голосовали, там собирали подписи и так далее, под действующему законодательству Украины административно-территориальное деление, а мы сейчас как бы говорим пока о перспективном плане, мы подразумеваем, что это уже будет административное деление. Так вот, у нас сегодня это не решается ни на референдуме, ни голосованием, ни какими сборами подписей. Это решается сегодня исключительно с законами Верховной Рады Украины. Что касается перспективного плана, уважаемые, что такое на сегодняшний день перспективный план? Я говорю так, как есть по закону. Я не говорю о том, что будет, когда примут закон об административном устройстве. Перспективный план – это видение государственного органа, который на это уполномочен, областной администрации, на то, каким образом будет максимально рационально построены громады, если они будут объединяться в соответствии с этим перспективным планом. Но на сегодняшний день, с главным законом про добровольное объединение, вы можете объединяться не по перспективному плану. И так у нас было начиная с 2014 года. Но что дальше получилось? И тут, в общем-то, надо, наверное, тоже провести параллель. Многие сегодня приходят к мнению, что все-таки добровольность, при всей ее привлекательности, при том, что мы дали свободу, так сказать, демократическому волеизъявлению людей, как им дальше формировать свои, значит, громады, оказалось, что на вот такое объединение влияли негативно очень многие такие факторы. И бизнес аграрный. Давайте прямо говорить, что фермер, который на этих землях не заинтересован, чтобы у нее была карманная громада. И мы это видим сегодня по Привольской громаде, какой конфликт возник. Там фермер сообразил вовремя и говорит, надо сделать громаду, потому что мое производство на территории этой громады. У меня будет свой, голова громады, больше депутатов, что я решу, то и будет. Если я распахиваю земли где-то незаконно, незаконно, никто же ко мне претензий не предъявит из моих работников, потому что они же у меня в штате. И поэтому мы обнаружили, что это очень-очень серьезно влияло на формирование громад. Дальше факторы такие личностные, вот с этим я дружу, с этим не дружу, тут у нас сложились отношения, тут не сложились и так далее. В общем-то, на самом деле мы такого за эти 4 года, извините, натворили с добровольным объединением, что теперь мы хватаемся за голову, говорим, как из этого выходить. Но я, с другой стороны, и понимаю тех, кто тогда этот закон принимал, потому что ситуация была такая, вспомните, в 2014 год, конституционного большинства в Верховной Раде нет. Для того, чтобы поменять административное устройство, по-другому перекроить наше устройство, которое формировалось, кстати, в 30-е годы советского периода, формировалось совершенно под другое управление. Это была административная экономика и так далее. Тогда была своя логика в таком административном отделении, что у нас получается, что город счастье, это часть города Луганска, где город Луганска, где город счастье. Да, вот почему. Тогда это была логика. Я могу, сейчас не затрачивать ваше время, я могу вам, если кто-то интересуется, пояснить, почему город счастье оказался в городе Луганске за 30 километров от самого города. Потому что тогда была совсем другая модель управления. Теперь мы хотим бы это поменять. Эта попытка делалась поменять, начиная с принятия Конституции с 96-го года. Мы помним реформу бессмертного административного устройства, ничего не получалось. Это же шло большое сопротивление этому. Теперь решили, я так понимаю, идеологи вот этих добровольностей взорвать ситуацию изнутри. Попытаться сказать, давайте пойдем в этот процесс. А дальше, когда мы перейдем определенный путь, скажем, все, ребята, назад пути нет, давайте уже теперь административно добинет. Мы же понимали, что добровольно все не раскроятся эти громады. И вот этот момент настал. На сегодняшний день нам нужно теперь по-государственному посмотреть, что у нас уже сложилось. И позиция Минрегиона и Кабинета Министров какая. Перекровите так сегодня громады, чтобы максимально попытаться сохранить там, где это возможно, уже то, что создалось в объединенной громаде. Там, где мы видим в этих громад создавшихся нет перспективы, и они нелогичны. Вот так, как у нас по Сарабельскому району, нам подворовская громада приехала, мы хотим сохраниться. Нас ни в коем случае ничего нет. А мы смотрим конфигурацию, там получается вот такой рогалик. То есть получается Сарабельск, дальше вот эта подворовская, и Сарабельскую громаду, если мы будем формировать, то она будет омывать полностью эту подворовскую. Ну, слушайте, ну это же, все смотрят на это и говорят, ну это же абсурд, абсурд такую громаду сохранять. Поэтому там не пошли на встречные громады. Но там, где возможно, эти громады, вот как, скажем, Широковская, Красноталовская, вы видите. И почему по Нижнепловской пошли по этому варианту? Ну потому что мы могли бы, кстати, был вариант, сделайте мне слайд первый, который был изначально у нас. Нет, 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 вот этот. Смотрите. Вот такой вариант устраивает ваши громады? Я думаю, я думаю, что Сатенскую устраивает. А вот спросите, Нижнепловскую и Верикочеревскую, которые прошли путь объединения, уже, так сказать, старались по закону создать свои громады, их это устраивает? Нет, нет, нет. Ну вот, слышите, вот не устраивает. Теперь, теперь смотрите, наша задача получается, наша задача была рабочей группой. Потому что стоять сейчас, это подальше, тоже велико. Если кто поможет, то 15 лет с меня сходят. Так что, продолжаем. Как раз я его сейчас... Ветровская больница есть. Вы превосхитили мои аргументы. Смотрите, вот этот вариант, мы его рассматривали и хотели бы тоже, чтобы этот вариант был поддержан. Но почему этот вариант, почему этот вариант рабочая группа не поддержала? Потому что, первое, мы ломаем, полностью уничтожаем две уже создавшиеся громады. Смотрите, на еще не громады объединенные. Вот тут две громады мы, по сути... Вадим Николаевич, обратите на это внимание, почему мы его уничтожаем? Потому что все, они вливаются в Счастинскую громаду, у них уже никаких самостоятельностей нет. Они будут там в Сарастаты. Там будут только Сарастаты. Дальше. А при Юре, они уже есть. При Юре и Зерекочерей пока уже, по сути, оформилась полностью, а Нижнегипловская просто на выборы не будет. Но Юра, она создана. Далее. Что еще здесь в негативный момент усчитывалось? Если мы... Да, ну здесь, конечно же, негативный момент, это большое плечо. Центр громады, счастье, посмотри, где верхняя точка, верхняя Богдановка. Конечно же, очень большое расстояние. А расстояние тоже имеет значение. Мы могли бы где-то какие-то объекты, скажем, ну, там, скорая, потом центр безопасности где-то посередине расположить. Но все равно, посмотрите, если мы расположим, предположим, в... ну, давайте в Сатенном. Пожарка едет, значит, получается, через счастье. Ей нужно добраться в трехизбинку. Посмотрите, какая сложная конфигурация. Далее. Теперь почему... Вернемся на слайд, который мы... Вот рабочая группа все-таки... Избрала именно эту конфигурацию. Первое. Если мы... Да, давайте следующий слайд, где вырезано все ЦТН. Вот. Это то, что вы сейчас хотите. Но смотрите, что мы тогда в таком случае имеем. В этом варианте мы ослабляем громаду Нижнетепловскую в составе Вико-Черневовской. Значит, далее у нас сложная конфигурация и уменьшается население. А мы говорим, вообще-то громада более или менее, хотя бы на нижнем уровне, это не меньше пяти тысяч. Здесь мы сразу падаем ниже пяти тысяч. Далее. У нас проблема возникает с территорией, уменьшается территория. По методике территория должна быть с ракетожей. Это не абсолютная гиперия. Какой вариант это вы называете? Как вы действительно его называете? Вот этот? Да. Это один из вариантов, который обсуждался на рабочей группе. Мы, когда на рабочую группу собирались, я уже знал. Мне позвонила Валя Михайловна, она говорит, мы не хотим, мы хотим только счастья. Я говорю, окей. И вот тут многие, которые говорят, что это Лазников там перекроил. В никаком случае. Я только рисую, если так разобраться. Я член рабочей группы. Я имею просто один голос в этой рабочей группе. Я им сказал членам рабочей группы. Уважаемые члены рабочей группы. Смотрите, Сатэнна не хочет выйти на Нижнедипломскую. Оно хочет счастья. И в таком варианте мы видим вот такую громаду. Если поддержите, но она не очень, потому что уменьшается площадь, уменьшается население, а соответственно припадает спроможность громады, ухудшается инфраструктура громады и так далее. То в этом случае, если вы такой вариант будете настаивать, что ж, губернатор готов тогда в таком случае рассмотреть это предложение. И именно он, схваливая перспективный план, и дальше мы его подаем на кабинет министров. Рабочая группа отвергла эту конфигурацию. Она сказала, нет, давайте возвращаться, не будем вот эти все публики там и коржи делать рогалики. Поэтому если... Владимир Николаевич, извините, а где здесь рогали? Гляньте, как хорошо. Надеюсь, хорошо. Владимир Николаевич, гляньте, как хорошо. Владимир Николаевич, посмотри. Вы делаете, у вас связка между Нижнедипловской и Великочерниковской, только маленький вот тот участочек. Я же говорю, вопрос же не только в красивости, вопрос в площади. Вы посмотрите, насколько мы уменьшаем площадь громады, которую мы оставляем. Мы уменьшаем площадь ее. Владимир Николаевич, уважаемый, это, ну как, ну это, 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 Наталья Анатольевна, я, можно, что я передела? На одну секунду, нет, продолжите. Хорошо, продолжаем, продолжаем. Это, это все, то, что вы говорите о дороге и прочее, об этом все на рабочей группе речь шла. И все это рассматривали. Поймите, и рабочая группа, кстати, это не тот орган, который принимает окончательное решение. Это создал губернатор, консультативный орган, по рекомендации Министерства регионального развития. Он говорит, мы видим, министерство говорит, мы видим, что есть масса интересов, есть масса разногласий. Попробуйте путем вот обсуждения на такой группе, в которую входят специалисты, эксперты, и в области образования, и в безопасности. И в ту же группу мы включили всех народных депутатов, мажоритарщиков, и даже не только мажоритарщиков, а и списочников в нее уходил. И Дунаев, который не по спискам шел ОПСЖ, и Ткаченко. Все вот эти люди, они рассматривали эти варианты. И скажите, я понимаю, что сколько людей, столько мнений, но все-таки когда-то нужно принимать решение, кто-то же берет на себя эту ответственность. Так вот, губернатор сказал, что я выслушаю предложения рабочей группы, если они действительно разумны, если они вписываются в ту концепцию, которую нам предлагает Кабинет Министра Украины, а Кабинет Министра Украины нам предлагает вообще делать более крупные громады. И я вам скажу, что еще один вариант, который мы не рассматривали, потому что знали, что уже есть серьезное противодействие ему, еще один вариант, пожалуйста, сделать Станично-Луганскую громаду полностью, включая и до счастья. То есть полностью где-нибудь Широковскую, Нижнекепловскую, Слопенскую и прочее, до самой счастья. Вас что, больше такой вариант устроит? А центр, естественно, в счастье, потому что это районный центр. О, нет, я извиняюсь, не участвую, в Станице. Нет, нет, нет. Так правильно, нет. А я вам говорю, что фактически идеология этого сделать громады вокруг районных центров. Почему? Объясняю. Потому что районный центр, районный центр, это город, или это поселок городского типа, это всегда наиболее развитая административная института. Почему она развита? Потому что по тому отделению, которое сформировалось еще в советский период, районы, подразумевать районные центры, это сосредоточение инфраструктуры, которая будет служить всем селам, поселкам, которые вокруг проходят в район. Почему у нас в Станице Луганской есть целый ряд объектов, детская музыкальная школа, школа для США, и у вас их нет, и пока нет. Если это объединенная громада, то, наверное, теперь уже надо, что будет. Потому что акцент был сделан на то, что район, значит, вокруг района должны, в районе сосредоточены эти объекты, и это так называемые объекты спильной властности для громад, и они служат всем громадам. Но коль мы теперь в ходе реформы вынуждены перекраивать районы, а у нас еще на эту ситуацию, на нашу наложилась линия разрончения, как вы видите, и если, кстати, все-таки вернется под контроль та территория, то тогда нам придется снова, ну, по всей Украине это не нужно будет делать, а нам здесь придется перекраивать. И это тогда вот ваши все сомнения по поводу того, что нам не нравится, возможно, сразу отпадут, потому что, может быть, так получится, что мы громаду делаем вокруг, например, города Счастье в радиусе полностью Нижнедипловская, туда войдет и так дальше. Но это такое дело, это как жизнь покажет, как она будет складываться. Но на сегодняшний день у нас очень сложная задача. В связи с такой сложной конференцией, как видите, вот город Счастье близко к линии разрончения Нижнедипловская, мы искали самые такие, ну, оптимальные компромиссные варианты. И поэтому рабочая группа избрала вот этот вариант, все-таки сохранив и две громады, которые уже прошли путь объединения Нижнедипловская и Великой Черниговской. Ну пусть они существуют. Ну пусть они существуют. Правильно, но вы же должны согласиться, что не только ваши интересы нужно учитывать, а нужно учитывать и интересы других громад. И в том числе и с точки зрения государства нужно это рассуждать. Но не будет так, наверное, в государстве, если мы будем решать на улицах, на митингах, как нам дальше скроить карту области. Я вам скажу, на предмет того, что вы там собирали подписи, согласитесь, что если представить людям, допустим, одна группа приходит и говорит, вот если вас объединят с городом Счастье, то вы погибнете, потому что город Счастье, а какие, кстати, тоже могут быть опасения. Почему я пообъясняю? Сравните численность города Счастье и численность Сатенова. Где больше депутатов представительства будет? Вы, думаю, сразу скажете, что именно Счастинский депутат. Ваших депутатов там будет один-два человека. А теперь представьте себе... При выборах по партийным спискам еще неизвестно, как будет. Хорошо, еще может быть неизвестно, но если бы по мажоритарке это было... Это было. Я говорю, если бы было, то у вас...